И вообще вот так вот. Но сегодня, как вы уже, наверное, могли понять, ждали около одного года, может быть побольше, может быть поменьше, я точно не знаю. И разумеется, это, ну нельзя, альфа, демо, там, при альфа, при бета, при демо, там, я не знаю, в Телеграм, там, я не знаю, в Инстаграм, возможно, в ещё какие-то свои вот эти вот. Но вот они столько её презентовали, столько мы её все ждали больше года, а всё прочее, и потом, возможно, и всё прочее. Поэтому сейчас говорить, что Arizona Mobile как бы, ну, на всех наплевало, и вот, сделав всё такое, понимаете, вот смотрит всех этих GTA-самп ютуберов, если вот ты, как не зайдёшь в комментариях, постоянно хейтят, их постоянно, блядь. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Arizona Mobile опять не работает, но уже не по вине людей, которые, там, знаете, скачивают, устанавливают все эти АПК-файлы, и вот, там, знаете ли, все прочие вещи делают. Нет, абсолютно нет, не по этой вине. Сейчас она недоступна, она лагает в неё. Нельзя зайти по вине дата-центра, с которым она, как бы, сотрудничает, на котором она, как бы, стоит, и, типа, на котором всё должно быть именно как-то вот так вот. При том, что обычные сервера Arizona RP, они, как бы, ну, так, знаете ли, работают. Хотя, возможно, я давно не заходил, и на момент записи данного видеоролика, озвучки его, возможно, что и, как бы, оно не работает. Хотя, ну, типа, это странно, потому что уже бы, там, написали о том, что Arizona RP не работает, а тут только Arizona Mobile, и вообще вот так вот. Но сегодня, как вы уже, наверное, могли понять, мы не будем обсуждать вот тему того, что, мол, Arizona Mobile, там, даст дата-центром какие-то проблемы у неё, там, всё прочее. Нет, это нам абсолютно точно не нужно, потому что сегодня мы, опять-таки, обсудим людей, которые, вот, постоянно пишут что-то в комментариях по поводу всех вот этих вот проектов. Знаете, можно сделать даже отдельную какую-то рубрику, мол, читаю комментарии людей, там, из разных вот этих вот всех журналов, но, конечно же, это Live, вот эти вот все журналы. То есть, Live Sam, там, Live GTA 5, Live Mobile, там, Live CRMP, чего у них там только нет. В общем, в любом случае, как бы, комментарии, там, везде плюс-минус одинаковые, и комментаторы, там, зачастую, ну, типа, им дали возможность как-то самовыражаться, как-то вот всё это делать, и они начали всё это делать. Разумеется, иногда, вернее, в большей части, они, разумеется, пишут нормально, там, знаете, а что про Лёву канал удалили, или про кого-то определённого GTA-самп-ютубера, там, пишут нормально. Вообще, вот, когда ты смотришь на все эти комментарии, удивляешься, на самом деле. А кто, вот, смотрит всех этих GTA-самп-ютуберов, если вот ты, как не зайдёшь в комментарии, их постоянно хейтят, их постоянно, блядь, посыпают хуями, и говорят, мол, да, блядь, да там, Долоренди, долбоёб, хуесос, там, вот, всё-всё-всё-всё прочее, это, если что, там, цитаты с комментариев, там, Абрулёв, удалите ему канал, он вообще, он плакал, да, он плакал на видео. Как, в общем, можно смотреть человека, который, знаете ли, плакал на видео, то есть, я вот это вот вообще не понимаю, ну, в комментариях, разумеется, такое пишут. И, вообще, ну, так про каждого можно что-то определённое найти, и, в общем-то, там будет как-то, ну, всё, так, нормально, или ненормально, или, ну, в общем-то, определяйтесь со всем этим сами. Но вот сейчас, вот, конкретно, комментаторы пишут про Аризон Мобайл, про то, как её презентовали, про то, как её, там, ждали около одного года, может быть, побольше, может быть, поменьше, я точно не знаю. И вышло нечто подобное, что людям не совсем понравилось. А не понравилось-то, знаете ли, по многим причинам. Во-первых, потому что установить Аризон Мобайл не так уж и просто. Там постоянно люди сталкиваются с какими-то определёнными проблемами, что там то не устанавливается, это не устанавливается, там, я не знаю, файлы не загружаются. Постоянно там ролики с решением проблем на Ютубе набирают большое количество просмотров и продвигаются сами собой, потому что люди сами всё это пишут. И вот со всех этих тем, как вы можете понять, получается очень органический трафик людей, которые, типа, заинтересованы во всём этом. И вот эта вот сама аудитория, её, там, легко перегонять потом куда-нибудь в Телеграм, там, я не знаю, в Инстаграм, возможно, в ещё какие-то свои вот эти вот прочие соцсети. Но это не имеет особого значения, опять же, только потому что, ну, как бы вам так сказать. Неважно, неважно абсолютно точно. И вот сейчас люди такие, типа, пишут, блядь, да Arizona Mobile, она уже нас всех, ну, объективно заебала, потому что, ну, вот они столько её презентовали, столько мы её все ждали больше года, а сейчас мы даже поиграть на ней нормально не можем. И, разумеется, это, ну, нельзя, понимаете, существует большое количество телефонов на андроиде. У всех разное железо, у всех разные, там, какие-то свои оболочки. Кто-то там вообще, я не знаю, лаунчер или лончер, или как это правильно называется, свои ставит, которые, там, когда кто-то с Play Market, с ещё каких-то вещей, а всё это как-то лагает, там, какие-то шрифты у них, всё, в общем-то, это, к примеру, вообще. Не обязательно, что из-за этого Arizona Mobile не работает, просто, к примеру, что вот у каждого разные телефоны, и как-то всё это подогнать под то, чтобы работало, но это, это достаточно сложно. Вот, допустим, у меня работает, но у меня тоже были проблемы какие-то такие, знаете, сиюминутные, когда там что-то в Arizona Mobile не работало. У кого-то там изначально всё с коробки, вот, то есть он поставил, установил, даже, там, какую-нибудь Play защиту не отключал, у него всё нормально работает, всё нормально запускается, он заходит на сервер, и всё у него хорошо. У другого вообще никогда ничего не работало, он смог, там, я не знаю, спустя года мучения, старания, там, я не знаю, страдания, всё прочее, зайти, там, поиграть один день, на следующий день заходит, опять нихуя нету. То есть, в этом плане достаточно сложно. И, понимаете, в чём дело, многие забывают, что Arizona Mobile, она сейчас находится в таком, знаете, каком-то открытом бета-тестировании, в открытой, возможно, альфе-демо, там, при альфа-при бета-при демо, там, я не знаю, всё что угодно. И это ещё не конечный продукт, это вот вам просто, да, или пока что попользоваться, потестировать, как-то подписываться насчёт того, что там работает, что там не работает, и чтобы вот так более-менее понять, что вообще из всего этого получается, вот на что-то наподобие того, и просто вот как-то что-то, на что-то рассчитывать, на что-то надеяться от всего этого, но это глупо, это очень глупо, потому что сейчас Arizona Mobile, она, разумеется, она старается, она исправляется, они постоянно исправляют там все свои ошибки, все свои баги, лаги, а всё прочее, и потом, возможно, через полгода, через год, может быть, уже завтра всё это сделают, я не знаю, ну, завтра, конечно же, маловероятно, тем не менее, они работают над всем этим, они не забрасывают разработку. Вы прямо сейчас, если у вас есть какой-то баг, если вы его недавно обнаружили, вы можете написать им в это, в мастерскую Arizona Mobile, они всё это посмотрят, всё это проверят, отпишут вам, поправили, не поправили, выпустят какие-то апдейты, вот эти фиксы все, и всё прочее. Поэтому сейчас говорить, что Arizona Mobile, как бы, ну, на всех наплевало, и вот, сделать всё такое, понимаете, Arizona Mobile и вообще мобильный проект, это же не сервер в GTA Sampi запустить, это же на компьютере, это же, ну, это намного сложнее, и я думаю, я подозревал, что это многие должны понимать, но, по всей видимости, это понимают не все, вообще немногие, вообще мало кто это всё понимает, и это нагоняет на меня, если честно, ну, какую-то, какую-то грусть. Однако, ладно, дело в том, что я снимал данный видеоролик на проекте Arizona Roleplay сервера Феникса, там, в описании, в мой промокод Notoxic54, там же в описании находится мой никнейм Данте Коннер, по которому вы можете получить себе деньги, машины, молния, маквин, там всё прочее, а также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете пройти, чтобы ознакомиться со всей этой информацией, и, в общем-то, больше, ну, не забывать, я не знаю, там, чтобы Саски вернулся в Каноху или нечто подобное, да это не важно, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, в общем-то, как получится, хотя пораньше это вряд ли, да и в 20.00 тоже маловероятно, в общем, ставьте колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, тогда уж точно ничего не пропустите. Всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok